На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Всем доброе утро. Александр Шунин, Олег Пек. Начинают утро на Болткоме. Доброе утро, среды. Да, среда и 17 число. Сегодня, если полистать календарь, чтобы в России отмечать День российских студенческих отрядов, когда-то и у нас это было тоже очень популярное. Не то чтобы времяпровождение, но и способ заработка студентов, потому что знаменитые эти студотряды зарабатывали, заколачивали деньгу. Это была весьма ощутимая прибавка к стипендии. И один из самых знаменитых студотрядов работал на железной дороге. Да, из Латвии как раз таки. Да, да, да. По всему Советскому Союзу. Вообще имеет смысл, конечно говоря, о студотрядах, вспомнить это всё движение. Комсомол берёт шефство над, ну, условно, над строительством БАМа, над внедрением какой-то ещё молотилки и так далее. Ну, были какие-то, да, такие интересные светлые моменты. Ну, а ещё вот что случилось впервые в этот день, впервые в 1864 году состоялось применение, боевое применение подводной лодки. И случилось это во время Гражданской войны в США. И конфедераты, то есть южане, потопили корабль северян при помощи подводной лодки H.L. Ханли. Вот такое вот было интересное событие. Есть событие, связанное с Ригой. В 1527 году первым театральным представлением в Риге стала постановка притчи, пьесы-притчи о блудном сыне, написанной монахом-францисканцем Бурхардом Валдесом. 39 лет назад на киноэкраны вышел фильм Татьяны Лёзновой «Карнавал» с Ириной Муравьёвой в главной роли. Это был 1982 год. А есть ещё одно событие. Оно произошло в этот день в 1947 году, непосредственно связано с нашей работой. «Голос Америки» начал вещание на Советский Союз. Сожгли Джордана Бруна в этот день в 1600 году. Эта тема нам, конечно, пригодится примерно через минут 40, когда мы будем обсуждать латвийскую космическую концепцию. И в пандан этому событию 17 февраля отмечается по всему миру ежегодно день спонтанного проявления доброты. Сегодня 40 лет исполняется американской актрисе, ну и фотомодели Денис Ричардс, девушка Бонда, по-моему, из фильма «И целого мира мало». Она с Пирсом Броснаном снималась. И тридцатник разменял, вот с четвёртой десяток лет пошёл Эду Широну, британскому певцу, который там венчан Грэмми. Раз уж мы заговорили про музыку, 22 года сегодня исполняется Моргенштерну. Моргенштерну. Да. Всего-то. Всего лишь 22 года. Молодой да ранний. Вот. Майкл Бэй сегодня отмечает день рождения Евгений Гришковец, но не круглые даты. В отличие от Моргенштерна, 22, конечно, круглая дата. В 87 году в этот день в Ригу прибыл генсек ЦК КПСС. Что такое сегодня всё про Советский Союз? Михаил Сергеевич Горбачёв. И тогда на встречах, как это называлось, партийным активом и общественностью, была выдвинута идея проведения выборов в Советы на альтернативной основе. То есть, ещё один шажок такой к независимости. Кстати, жил ведь, поселили Михаила Сергеевича не так далеко отсюда, вот по Валдемара, там, где Бриана, вот нынешняя Бриана. По-моему, там японское посольство сейчас расположено. Японское посольство. И вот как раз в этом здании, ну, до того, как оно стало зданием японского посольства, вот этот особнячок, я помню, что вот как раз-таки там стоял охрана, то есть, там всё так было, он там располагался. Ну, это за особняк, да, за все эти годы кому только не принадлежал, и крупным фирмам, и некрупным фирмам. И, да, теперь там резиденция японского посла. Ну, и, кстати, ещё сегодня, если уж говорить о круг, ну, таких относительно круглых датах, 115 лет со дня рождения Агни Барто. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, всё равно его не брошь, потому что он хороший. Стихи вот, которые с детства запоминаются, мы с Татьяной ходим парой, в общем, это просто классика детской литературы. Вбито в наше подсознание на века. Ну, и, наверное, есть смысл уже приближаться потихонечку к тем темам, которые мы наметили обсудить. И первое связано с новостями. Сегодня утром по всей территории страны немножечко будет снежить, то есть покроют такие, да, добавятся, добавятся, покроют. Так ещё старые не вывезли снег, куда завозить новые? Вот, вот, это и станет нашей первой темой. Активисты собирают подписи, чтобы все тротуары, по крайней мере, в Риге убирали из городского бюджета. Организация «Город для людей» создала на портале Monobal.slv инициативу, предлагающую все рижские тротуары чистить за счёт самоуправления. Ну, кстати, параллельно в СЭМе тоже идёт обсуждение, там тоже предложено снять с домовладельцев обязанность чистить тротуар возле дома. И с нами на связи глава правления Организации «Город для людей» Михаил Симвулиди. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Да, Михаил, ну, может быть, вы расскажете об этой инициативе, что послужило причиной, почему вот решили вот именно так сформулировать требования, насколько вы рассчитываете будет отклик людей? Ну, мы сталкиваемся с этой проблемой, что тротуары плохо чистят зимой уже много лет. И проблема в том, что один домовладелец прилегающую территорию почистил хорошо, второй не очень, и в результате, ну, такая, невозможно передвигаться везде хорошо. Например, инвалиды, которые перемещаются в коляске, да, они не могут перемещаться по улицам. У нас даже снят видеосюжет на нашей домашней странице, ну, как даже с электрическим инвалидным креслом, ну, невозможно проехать без посторонней помощи. И инвалиды вынуждены ехать по проезжей части, что никак не безопасно. Также затруднено движение пешеходов с детскими колясками. Ну, и другим, например, пожилым людям, людям с затруднениями движений, им очень сложно передвигаться по нечищенным тротуарам. А почему, вот почему их не чистят? Что в старой системе такого вот порочного? Ну, проблема в том, что за это, ну, ответственны те, кто, ну, кому принадлежит прилегающая мне кусть, ну, недвижимость. И там в одном месте хорошо почистят, а в другом месте, ну, владельцы не считают нужным чистить, и там есть также развалины какие-то или незастроенные участки, там владельцы тоже не считают нужным чистить. И, ну, город до этого никак не может заставить всех чистить. Ну, и надо сказать, что, ну, тротуары принадлежат городу. По моему мнению, неправильно заставлять городское имущество чистить частным лицам. Немного вводной информации. На данный момент по правилам Рижской думы, собственно, к столице должен почистить свою территорию до 8 утра. Если снег не прекращается, должен продолжать работать в течение дня. И за чистотой дворов следит административная инспекция. За январь в латвийской столице констатировано 646 нарушений, связанных с несвоевременной уборкой снега и льда с крыши тротуаров, проезжей части и остановок общественного транспорта. С нами на связи глава правления организации «Города для людей» Михаил Симулиди, который уверен, что если переложить эту ответственность с плечей владельцев на самоуправление, ситуация изменится. Но, Михаил, откуда такая уверенность, если нынешняя городская администрация уже сказала, например, из-за перераспределения налоговой реформы она откусила от доходов столицы десятки миллионов, ну, с проезжей частью даже коммунальные службы не справляются, еще на них и тротуары навесить. Будет ли это разумно? Ну, проблема в том, что как раз, например, инвалиды перемещаются по тротуарам, и вот если город может чистить проезжую часть, почему он не может чистить тротуары, чтобы маломобильные жители могли передвигаться? Ну, на самом деле, да, этот вопрос равнозначен тому, почему чистят велодорожки, но не чистят тротуары. Вот лично меня это дико возмущает и бесит. У нас есть звонок между тем. Михаил, единственное, просим вас чуть-чуть погромче, может быть, или поближе к микрофону, немножко плохо слышно. Да, это правда. Пожалуйста. Да, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, меня возмущает это предложение, что брать подписи под этим, потому что, первое, что тротуары проезжей части принадлежат. Честь, все вы правильно сказали, вы определили половину моего претензий, потому что, как сказать, что в самом деле город не в состоянии это будет сделать, а пока репсис, раз. И второе, самое главное, что, в принципе, надо штрафами заставлять, чтобы это был хозяин, и требовать выплаты этих штрафов, и их увеличивать, чтобы это было почищено. Потому что это проще сделать 10 тысячам хозяев или кому принадлежат дома, чем самому самоуправлению. Это значительно ускорит. А там будет все равно долго и муторно. Понятно. Слушайте, а у меня ощущение такое, что мы как будто бы спорим о том, что эффективнее, хуторское хозяйство или колхозы. Ну, потому что, по идее, идея такая, что город может создать мобильные бригады, то есть с техникой, которые будут оперативно расчищать, а так получается, что каждый домовладелец с кайлом, вот с лопатой будет ходить и ковыряться вокруг своего дома. Михаил, как вы считаете, вот эти мобильные бригады, они помогли бы? Ну, я считаю, что определенно техникой чистить намного эффективнее. Ну, как известно, трактор может за одну минуту расчистить территорию, которую дворник будет чистить сейчас. Поэтому, ну, в целом, ну, стоимость этих работ должна быть ниже, если это будет делать концентрализованной техникой, чем по сравнению с нынешним временем, когда это делают руками дворники. Скажите, по вашему мнению, по мнению вашей организации, какая из структур именно Рижской думы должна окончательно отвечать за вопрос очистки? Ну, хорошо, объединенно и улиц, и проезжей части для автомобилей общественного транспорта, велодорожек несчастных и тротуаров. Сейчас якобы девять структур за это отвечают. Соответственно, тоже раздробленности инфраструктуры департамент сообщений, управление кладбищем, управление благоустройством территорий, исполнительные дирекции, кстати, которые будут ликвидированы, Рига Садексму, Рига Смэжи и Рига Снаму Парвалнекс. Ну, надо сказать, что тротуары находятся на территории улиц, поэтому определенно за это должен отвечать департамент сообщения. Не появится ли такой момент критики за то, что частную собственность будут чистить за счет городского бюджета? Или все тротуары, они полностью городские, и ни метро не принадлежит частному собственнику? Ну, речь идет именно о тротуарах, которые находятся на улицах, они принадлежат городу. Естественно, во дворах или в других местах, где территория принадлежит частным собственникам, это должны чистить сами собственники. Город не должен чистить частную собственность. Давайте тогда уточним один нюанс. Возьмем любой спальный район, хоть Имонту, хоть Плявники, хоть Балдыраю. То есть, со стороны дорог, назовем так улицы большие, магистральные в том числе, согласно вашему предложению, должны убирать муниципальные силы, а внутри дворов все эти тротуары возле подъездов все-таки собственники квартир и этих самых многоквартирных домов, то есть мы, частники мелкие, так сказать? Ну да. Не получится ли, что с одной стороны дома все будет чисто и гладко, а внутри двора все равно вот эти все буруны и турусы? Ну, надо сказать, что в дворах многоквартирных домов по большей части уже и сейчас довольно хорошо чистят. Да, зато там не проехать автомобилю. Там улицы зато не чистят. Ну, вот именно вот эти вот между домов проезжую часть. Ну, в любом случае, если это принадлежит частному собственнику, то у города нет основания чистить эту территорию. Да. Возможно, надо менять правила, чтобы частные собственники чистили это. Да. У нас есть звонок между тем. Здравствуйте. Доброе утро. Знаете, что меня удивляет? Я пока не могу сформулировать точную свою позицию. Вот слушаю. Меня удивляет, что у нас 21 век и 21 год 21 века у нас беспроводной интернет, электромобили, латвийская космическая программа какая-то, оказывается, у нас есть. И в это же время дворник с деревянной лопатой пытается победить стихию. Неужто сложно домоуправлению купить какие-то мобильные снегочистилки, какие-то снегоплавилки на каждый район, и чтобы дворники просто этим пользовались? Ну, здесь есть сложности, потому что, во-первых, все-таки дома принадлежат, знаете, там это в шахматном порядке. У нас нет такого, что вот весь микрорайон обслуживает одно домоуправление. И кто будет работать? То есть, здесь понятно, вот дворник на ставке, а что-то... Ну, то есть, здесь начинаются какие-то сложности. Ну, замечания, безусловно, справедливые. И наш следующий гость, мы еще немножко помучим Михаила, а следующий гость как раз будет эксперт в жилищно-коммунальной сфере, и мы обязательно зададим этот вопрос. Вот у нас есть еще сразу звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте. Вот только подключился, я ничего не понял. Ну, улица Тину уже, да, это в Плявниках, там садик рядом. Нам ни проехать, ни пройти, там кошмар. А кто должен чистить тогда? Какая-то бабушка с подъезда, что ли, улицу? Там мы ребенка приехали забирать, а мы застряли просто. Не чистили, вот как первый снег выпал в декабре. Так вот и все это лежит, это каша. Ну, так и есть, так и есть. Об этом, в общем-то, и мы говорим, Михаил Символидий, член направления движения Пилсто-Циллокем, автор инициативы переложить на плечи муниципалитета обязанность чистить как дороги, так и тротуары, об этом и говорит, что отвечать должен собственник. Михаил, скажите, пожалуйста, а вы прикидывали смету приблизительную, в какого количества дополнительных денег обойдется ваша инициатива столицы? Нет, у нас нет такой информации, но это, возможно, несколько миллионов. Но надо сказать, что зато на эту сумму уменьшится, возможно, даже больше, расходы жителей, которые они платят за обслуживание своих домов, потому что не будет необходимости чистить все эти территории дворникам. Ну да, то есть, может быть, эти деньги можно было бы каким-то образом перебросить на вот эту инициативу. Еще один звонок, успеем, не успеем. Доброе утро. У меня интересует вот такой вопрос. Центр города. Я не была в Риге что-то года 2-3. Идешь по крышам барона. Такой раз тогда был снег и оттепель, и подмораживано. Около магазина крыльцо почищено, тротуар до дороги почищен. А вот между магазинами невозможно было пройти. Жрет и снег. Вот кто этим может заняться? Потому что тут частная территория, потом непонятно кто, потом опять крыльцо и тому подобное. Ну да. Ну вот Михаил утверждает, что все тротуары городские. Соответственно, будет легче по логике движения Пил-Стоцилла кем переложить это все и на город. Ну очевидно, да. Я правильно понимаю мысль, Михаил? Да, все правильно. Ну что, мы сейчас, наверное, должны будем сделать маленькую паузу. Паузу, да, мы благодарим Михаила Символидию, член направления движения Пил-Стоцилла кем, автора многих инициатив. Мы посмотрим, к чему все это приведет. А нас ждет новый гость. Мы продолжим коммунальную тему, в том числе уборку города, конкретно столицы, от снега. Слушайте радио Болтком.